Добра здоровья, хунту и хунтубари! Мы из Украины. День 80-й. Сегодня много что расскажу по линии фронта, потому сразу к делу, так как разговор предметный, важный, нужный, без реверансов. Все, что удалось собрать, проанализировать и рассортировать, далее. Командование войск противника с упорством, достойным явно лучшего применения, к примеру, постройки себе новой дачи, продолжает настойчиво проводить наступательную оперативно-тактическую операцию с уже вполне четкой, я бы даже сказал, выпукло-обозначенной целью окружить и разгромить часть группировки объединенных сил ЗСУ в Луганской области. Попутно противник стремится нанести поражение всей группировки ОС, а также обеспечить военным способом, среди прочего, выход собственных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. В рамках достижения поставленных целей, командование войск противника организовывает и проводит сразу в нескольких операционных зонах активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера. На этом скрине показаны скопления их GSM-передатчиков, то есть могильных телефонов. Выводов можно наворотить даже по этим данным. В частности, в Харьковской операционной зоне войска противника продолжают предпринимать хаотические, с точки зрения Луки, попытки остановить продвижение передовых подразделений сил обороны Украины вдоль дороги Е-105 и восточнее ее. И, судя по всему, на ряде участков им это удается. Это часть волчанской группировки противника, обороняющаяся в районе казачьей Лопань-Гоптовка-Мараховец. В течение крайних суток, судя по всему, получила некое подкрепление. Где-то до сбродной мотострелковой роты, переброшенной сюда явно в пожарном порядке. А также возможно использоваться огневой поддержкой нескольких артиллерийских групп, развернутых на территории РФ, Белгородская область. Однако, на мой субъективный взгляд, все это может помочь противнику исключительно в районе, собственно, казачьей Лопани. Сама же полоса между Травенским и Печенежским водохранилищами, примыкающая непосредственно к государственной границе Украины. Думаю, в ближайшее время будет зачищена ЗСУ. В этом контексте хотелось бы сказать пару слов о дальнейших перспективах основной части волчанской группировки войск противника. Как бы это ни прозвучало парадоксально, но, на мой взгляд, в ближайшее время, собственно, подразделением войск противника, находящимся в районе Волчанска, ничего не угрожает, естественно, кроме регулярных прилетов и приходов. Поясню почему. Да, передовое подразделение сил обороны Украины, освободив Терновую и Рубежное, а в перспективе продвинувшись до Старицы, выйдут непосредственно к пригородам Волчанска, но и исключительно через реку Северский Донец, которую для освобождения Волчанска так или иначе надо будет форсировать. И я сильно сомневаюсь в том, что противник сохранит для наших войск в целости и сохранности все имеющиеся в данном районе переправы через Северский и Донецк. Вряд ли он будет настолько любезен. Можно, конечно, поставив где-то в районе Меловой горы пару танков, а под байраками пару батарей, обеспечить нашим подразделениям продвижение в сторону Волчанска через Прилипку или Верхнюю Писаревку. Но не думаю, что это будет легко, быстро и эффективно. Просто потому, что в данном случае по нашим передовым подразделениям начнет достаточно активно прилетать с территории Белгородской области. Поэтому с Волчанской группировкой, думаю, будут разбираться другим способом. Каким? Не скажу. Но явно не тем, о котором задумались в штабах противника. По крайней мере, переброска его командованием наспех сколоченных блокирующих переправы БТГРов в район Гондаревки и Аркушина в этом отношении абсолютно лишена смысла. Со стороны выглядит так, что противника дыхера лишних резервов, которые можно смело бросать во всякие второразрядные дырки и удерживать их там довольно длительное время, аж до полной пакетизации. Южнее войска противника в районе Волохов-Ярбалаклей, а также тактическая группа у Шевченкова явно очень внимательно отслеживают Чугуевскую группу сил обороны Украины, априори подозревая ее в предосудительных намерениях касаемо тылов и коммуникации своей изюмской группировки. Ну, тут как бы все понятно. Если украинские войска тут решат взять на излом противника, двинувшись в сторону Купенска, проламывая вражьи позиции через ту же Шевченкова, то не поздоровится всему правому флангу изюмской группировки, я бы даже сказал, не только правому флангу, а и все изюмской банди, включая тамошних коллаборантов, ну, то такое, политическое. В самой зоне самых активных боев этой войны происходят достаточно яркие и очевидные вещи, которые свидетельствуют о том, что реализация огрызка малого Сатурна, в который по своей сути и вылилась вся эта широко разрекламированная Донбассская дуга, командованием войск противника протекает, мягко говоря, со значительными странностями и несоответствиями. Честно говоря, в течение последних трех дней мне вообще кажется, что командование войск противника закинуло куда-то в чулан весь свой план по освобождению ДНР-ЛНР и импровизируют, ну, просто на ходу. Ничем иным, объяснить, например, метаморфозы, происходящие с изюмской группировкой войск противника, я не могу. Во-первых, прямо посреди очень цельного и целесообразного наступления на Барвенково эта Атара остановилась и начала некую маловменяемую перегруппировку и перенацеливание прямо на Славянск через Довхейнка и Краснополье. В принципе, это еще можно было бы понять. В тот момент у противника обозначился успеху Заречного. Его стоило развить и углубить, что, собственно, потом и произошло. Удар на Славянск и Святогорск со стороны изюма вполне очевидно помогал группе войск противника, прорвавшейся к Заречному, прорываться и дальше к Лиману, Ямполю и вообще к Северскому Донцу и двигать дальше к Северску. Во-вторых, как оказалось, для дальнейших активных действий или, скажем так, сохранения наступательного потенциала частей и подразделений действующих как в направлении на Барвенково, так и, собственно, на сам Славянск, просто жизненно важно не только уделять внимание своим флангом, но и учитывать, например, тот факт, что река Северский и Донец весьма причудливо протекает и изгибается в вашей полосе наступления. Игнорирование данных особенностей обстановки приводит к тому, что ваш противник в самый неподходящий для вас момент получает возможность рассматривать западные окраины вашей главной базы да город изюм. Не в мощную специальную оптику, а в вполне обычную. И все потому, что неожиданно для штаба у реки оказалось два берега, а не один. Причем, занятие поселка завода или выход к окраинам Великой Камышевахи вообще никак не влияет на эти обстоятельства. Это странное обстоятельство позволяет сделать прогноз, что в ближайшее время великая и ужасная изюмская группировка добытчиков стиралок будет коренным образом реорганизована и перенацелена. Да, скорее всего она будет переть на ближние подступы непосредственно Славянская, чтобы не дать возможности украинскому командованию маневрировать силами и сестными на этом участке справа от города. И вы правильно поняли, это Лиман и окрестности. Конечно, боевые действия в районе Рубежного, Воеводовки, Северодонецка весьма важны. По сути, падение Северодонецка будет означать падение всей Луганской области. Северодонецк выполнял роль областного центра, той частью Луганской области, которая находилась под контролем Украины до вторжения. Потому город будет защищаться украинскими войсками до крайней возможности, даже если противник сможет вытеснить наши войска с юго-восточной части Рубежного и поселка Воеводовка. Однако, в этом отношении стоит оценить действия двух других группировок войск противника, которые в отношении длящейся наступательной все еще операции противника играют ключевую роль, скажем так, Заречно-Кременная и Попаснянская. Название первой очень точно отображает ее положение и ее главное устремление прорыв за Северский и Донец и выход на рубеж Северск-Верхнекаменка. Вторая Попаснянская сегодня стала резкой как Ситро, я бы даже сказал, сдала весь замысел. Действуя двумя ударными тактическими группами, она попыталась прорваться юго-восточнее и восточнее Камышевахи, а кроме этого нанесла в ту же точку удар в обход Золотого и Горского. Должен отметить, что совершенно неожиданно эти великие наступатели на грабли, то есть Терсианское командование Попаснянской группировки в этом отношении продемонстрировало больше оперативной смекалки и соображений, нежели их северные товарищи, которые на участке от юго-восточных окраин Ямполя до Прелестного отеля вышли к Северскому Донцу и умудрились устроить у Белогоровки причем два, два раза, Карл. Остров погибшей бронетехники в перемешку с понтонно-мостовыми парками. Не знаю, может они там решили поиграть в крейсер Москва-Ква или в Жука? Есть такая игра на воде. Не надо быть умудренным опытом генералом оперативной службы, чтобы понять суть и смысл той части российского плана битвы за Донбасс, который нынче все еще остается в процессе реализации, заключается он в двух ударах навстречу друг другу Заречно-Кременной и Попаснянской группировок войск с целью окружить Северодонецк и Лисичанскую агломерацию и ее окрестности. Сейчас их разделяет чуть более сорока километров. Вот, пожалуй, и все. Все, что осталось от российской битвы за Донбасс. По факту, на 80-й день трехдневного Блицкрига на Киев. Да, им существенно помогают. На севере, в интересах прорыва на юг, за Северский и Донец, командование войск противника собирается бросить прямо на Славянск, Светогорск и далее на Лиман в Лобовую, наиболее боеспособное подразделение изюмской группировки, а в интересах Попаснянской группировки, скорее всего, будет задействована Авдеевско-Торецкая тактическая группа войск противника, действующая в направлении Константиновки. Кстати, и она нынче также резко активизировалась, пытаясь взять под контроль значительный кусок дороги Н-20 между Сухой и Крутой Балками. Скорее всего, предполагается, что, забыв про наступление на Покровск, эта группировка войск противника усложнит украинскому командованию процесс удержания собственно Константиновки и Бахмута, таким образом обезопасив левый фланг Попаснянской группировки. Надо понимать, заставив ЗСУ вместо подрезания Попаснянской группировки, уходящей на север, держать предназначенное для этого силы и средства в районе Константиновка Бахмут. Задумано неплохо, признаю, но осуществимо отрицательно. Просто потому, что ничто не мешает ЗСУ выставить по южным окраинам Константиновки мощные заслоны, перекрыв две дороги на Торецк и собственно Н-20 для основной силы бросить Бахмуту с последующим тыловым приветом Попаснянской группировки противника. В общем, несмотря на оживившиеся сразу несколько тактических группировок российских войск, ничего у них не получилось в том, что осталось от их битвы за Донбасс. Везде их атаки и попытки наступать были отбиты. Ждем в ближайшем будущем, кроме попыток окружения Лисичанская и Северодонецка, возобновления наступательной чесотки у изюмских парней, а также очередных попыток авдеевских коксохимиков прокатиться по трассе Н-20 вплоть до Константиновки. Теперь о степи. Продолжаются совместные страдания Волновахской и Марьинской группировок войск противника, которые все никак не сподобятся на то, чтобы окружить Кураховскую группу ЗСУ, ну даже просто ее вытеснить из этого района. Практически круглосуточные массированные артобстрелы, перемжаемые попытками штурмовать украинские долговременные оборонительные сооружения, ни к чему другому, нежели объемному затариванию рефрижераторов, не приводят. Командующие на этом участке россиянские командеры продолжают демонстрировать в сравнении со своими коллегами на других участках просто-таки выдающуюся лавровность. Нет, серьезно. Трехдневный блицкрик длится уже больше двух месяцев, а противник тут все так же с упорством робота-пылесоса, застрявшего на коврике, продолжает в лобовую биться головой об стену. Причем, что характерно, если Волновахским удалось таки с юга прорваться к Великой Новосилке и получить кое-какие смутные перспективы обхода Кураховской группы ЗСУ с юга и тыла, то те, что от Донецка просто без пауз в опохмеле, так и не сподобившиеся за все это время предпринять какой-либо обходной маневр, даже малейший, не знаю, может им нравятся лобовые штурмы, заставь дурака царю служить, так он и служит, в общем. Действующая в Запорожской области группировка противников в конце концов надо понимать уже определилась с тем, чего же она таки хочет. Как оказалось, она хочет орехов. Ну и от гуляй боль она бы тоже не отказалась. Действия этой группировки достаточно наглядно доказывают тот факт, что россиянское военно-политическое руководство вполне себе отчетливо понимает свои дальнейшие перспективы ведения войны с Украиной, стремление прорваться к Запорожью с военной точки зрения абсолютно лишено какого-либо смысла. Сам город им не взять, так же, как это было с Харьковом. Выход к окраинам города никаких оперативных угроз силам обороны Украины также не создает. Единственный смысл прорыва к Хортице с запорожской группировки появится лишь тогда, когда таскающие на Херсонско-Береславском плацдарме втихаря к Турдолюбовке свои снаряды гасителей кредитов за телеки смогут прорваться к Никоплю. Но на сегодняшний день это исключительно фантастический расклад. Любое продвижение вперед, что Херсонским, что Запорожским, даже на один километр дается им с великим трудом и с великими же потерями, поэтому предполагать, что они наверняка встретятся в Запорожье, это все равно, что верить, ну, к примеру, в то, что Путин пьет воду из лужи. А пока же устремления запорожской группировки после позавчерашних метаний в конце концов сосредоточились на дороге Васильевка-Орехов и, собственно, на городе Орехов, а также были немного разбавлены похотливыми взглядами, которые командование этой группировки продолжает бросать в сторону гуляй-поле. Ближайшие планы этих ослабонителей вполне очевидны. Предполагается внезапной атакой с массированным использованием бронетехники и артиллерии прорваться с рубежа Коновалова Нестерянка на Новоандриевку, после чего, прикрывшись частью сил у Щербаков от контратаки со стороны Каменского, двинуть на Новопавловку, взяв таким образом сам Орехов в полуокружение с юга, с запада и с северо-запада при удачном ходе дела, нет никакого сомнения, что противник также попытается прорваться за речушку Конка и перерезать дорогу от Орехова на Запорожье. По некоторым оценкам, противник сосредоточил тут, по крайней мере, два свежих БТГР, усиленных как минимум 25-30 танками. В дополнение к этому в самое ближайшее время, скорее всего, последует еще одна попытка прорваться по дороге от Полох на Гулейполе и с дальнейшим его охватом с запада и юго-запада. Еще вчера там фиксировалась новая танковая БТГР противника при 35-36 танках до 10-12 БМП и 5-6 БТРов. В общем, в Запорожье они тоже хотят. Ну, чтобы так сказать, замострячить нечто вроде Южной Новороссии, ну, или еще какой-нибудь скрепной Ге-инфантилии. В этом отношении меня больше всего беспокоят не накаченные танками ударные атакические группы Запорожской группировки. В конце концов, при нынешнем уровне ПТО украинской пехоты русский танк в Запорожской степи долго не живет, а ее резервы, сосредоточенные в районе Такмак, Васильевка, а также севернее Мелитополя и Укаменки. Злые Байрактары поговаривают, что накоплено там как орденов у Шайги ствольной и реактивной арты, что априори свидетельствует о том, что вражье командование на этом операционном направлении явно вынашивает нечто широкомасштабно вонючее, плюс усиленно продолжает сюда таскать войсковую ПВО. Вполне возможно, оно таки опасается встречно неожиданного удара ЗСУ по общей дирекции Гулей-Поле Бердянск. По сути, это самое узкое место между контролируемой Украиной территорией и Азовским побережьем, но мне думается, что все же это несколько другие соображения, скорее противоположного характера. Ну и в заключении о Херсонской области. Командование Российской 49-й армии и 22-го армейского корпуса, чьи части и подразделения составляют основу российской группировки, засевшей на правом берегу Днепра в его нижнем течении, судя по всему, явно стремится прикинуться ветошью и не отсвечивать, в смысле, под прикрытием неких своих устремлений в сторону Кривого Рога, скрытно сосредоточить на плацдарме некую ударную группировку, приблизительно до 10-12 БТГР, с целью повторить свой наступательный порыв на Николаев за рассолом или западнее него. Им до сих пор кажется это возможным, причем, несмотря на то, что сами исходные позиции для такого рода ужимок и прыжков южнее Снегуревки отнюдь не подходящие, ни в плане удобства, ни в плане обеспечения даже тактической внезапности, не говоря уже про обилие рассительных каналов и прочих гидротехнических сооружений, которые тут находятся в изобилии, которые только сами по себе и по умолчанию будут весьма существенно тормозить наступающих. И тем не менее, командование этой группировки с упорством Макрона, звонящего Путину, продолжает таскать сюда дополнительные запасы боеприпасов, топлива и прочих предметов МТС, которое с завидной регулярностью разносит в хлам украинская артиллерия, имеющая возможность образно говоря ландшафтно облагораживать весь этот плацдарм перекрестно. Сосредоточить и развернуть эту самую ударную группировку на противоположном берегу Днепра, а потом ввести ее на плацдарм в самый последний момент перед возобновлением своего наступления им почему-то не приходит в голову. В принципе, я, конечно, догадываюсь, почему так происходит, но тут лучше промолчать, чем подсказать. Тем более, что в этой операционной зоне пару дней назад была зафиксирована попытка россиянского командования подтащить к Днепру понтонно-переправочное средство. Что говорит о том, что командованию противника на данном направлении явно не хватает пропускных мощностей уже существующих тут двух мостов. Или же будет не хватать в обозримой перспективе. Вообще же следует заметить, что в плане возобновления наступления противника, например, в сторону Николаева и Одессы, имеющийся у него плацдарм, мягко скажем, неудобный, тем более находящиеся в 20-25 километрах от Херсона украинские войска явно и очевидно вполне готовы к такому развитию событий. Это тем более справедливо, что никто штурмовать в лоб Херсон или его предместие в ЗСУ не будет. Зато вот расчленить сам плацдарм для начала на две части вполне реально. Особенно учитывая тот факт, что командование войск противника, даже несмотря на оперативное и тактическое неудобство целого ряда занимаемых ими позиций рубежей, стремится любой ценой удерживать территорию Херсонской области. Резюмируем. На мой предосудительный взгляд, мы близки к так называемому затуханию большого наступления противника на Донбассе. Это, правда, вовсе не означает, что он не попробует снова. Стягивание сил со стороны Беларуси в направлении Чернигово и со стороны Сум указывает нам на то, что не все отвлекающие маневры лоптеносцами еще использованы и не все планы отошли в раздел «Тану его нафиг». Но участившиеся его перегруппировки и оперативные паузы, которые становятся все продолжительнее и продолжительнее, свидетельствуют, по крайней мере, о том, что у противника трещат все его длинные планы и призрак третьей фазы уже замаячил перед ним во весь свой неприглядный вид. Проблема для Кремля заключается в этом контексте в том, что шансы на успех в третьей фазе трехдневного Блицкрига у него не больше, нежели в первой и во второй. Для того, чтобы у него получилось, ему надо усадить руководство Украины за стол переговоров на выгодных Кремлю условиях, а оно пока напрочь отказывается это делать и даже слышать о чем-то минскоподобном, несмотря на прозрачные намеки европейских друзей бункерного Светоча Прешью не желает. и понятно почему. Для этого надо хоть где-то и хоть как-то разгромить ЗСУ, причем не в телевизоре устами трясущего погонами Канашенкова, а в реальности. А вот это-то и не получается. Как-то не громятся ЗСУ. Просто вот совсем отказываются громиться и разваливаться. Прям бяда-бяда огорчение. И за это они нам мстят. Мстят, громя Азовсталь и не соглашаясь на предложение всего цивилизованного мира по спасению людей оттуда. Мстят, вывозя или просто сжигая украинский хлеб. И эта месть их и сожрет. Не без помощи, конечно, всего мира волонтеров из СУ. Слава Украине! Бережите себе. Ставьте в подобайки та ставайте донаторами Пенса. Тисайте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб сталося ренькою, а потім тисайте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить на перемогу. Тож перегляд, донат, репост і коментар – це ваш внесок у перемогу України!